Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, я снимаю разный сорт видео, не только анбоксинги, бьюти-боксы, но и сифора, эйса, шин, корейский сайт, китайские влоги. Поэтому, если вас интересует такого рода контент, бьюти, лайфстайл, фэшн, пожалуйста, не забудьте подписаться, оцените это видео и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я часто загружаю от 3 до 7 раз в неделю. Итак, друзья, сегодня мы открываем Ипси. Она вот такая вот огромная в этот раз, потому что я до купила за свои деньги кое-что, быстренько вам рассказываю, Ипси получаю каждый месяц, плачу за нее примерно 20 канадских долларов, и в нее входит косметичка маленькая такая, каждый раз с разным дизайном, плюс 5 пробников, ну, как правило, попадаются и полноразмерные продукты, это могут быть кисточки, лаки для ногтей, тенюшки одиночные и так далее. Такое случается довольно часто. Один продукт я имею право выбрать из предложенных, я вам покажу, какой я выбрала в этом месяце, это за июнь, она немножко припозднилась, но ничего страшного, лучше поздно, чем никогда. Так, и остальные продукты я докупила, поэтому посылка такая большая в этот раз. То же самое, я вам покажу, что, как, почему, и попробую с вами, естественно, макияж. На самом деле макияж не очень много в этот раз, но попробуем то, что есть. Так, первое, что я достаю, это мой любимый бренд Tokyo Milk. Каждый раз, когда возможность есть такая добавить что-то от этого бренда в Ипси, я обязательно добавляю, потому что очень мне нравится эстетика, очень мне нравится их продукт, посмотрите, как красота. Ой, это сердце и это крем для рук от Tokyo Milk, это такая серия у Марго и Лены. Вот это сердце, да, heart и написано and soul. Это шеи, масло, крем для рук, и всегда у нее очень-очень классная вот такая вот упаковка, да, вот так вот выглядит. То есть мне нравится, что коробочки можно оставлять, и в них что-нибудь вкладывать, типа пробники духов и так далее. Вот так вот выглядит крем, и здесь написано сзади, что входит в него улом чай, бамбук, орхидея, белый мускус. Так, сейчас будем обязательно нюхать. Он полностью запечатан, но мы его обязательно открываем и нюхаем. Я очень люблю запахи, как правило, мне все нравится, то, чем пахнут продукты у Марго и Лены, поэтому плюс у нее очень питательная крема. Вот я прям сразу нанесла, и уже моей руке стало очень-очень хорошо. Так, сейчас быстренько понюхаем. А пока я его обратно положу вот в эту упаковочку. Каждый раз упаковки разные, то есть как бы я вам в предыдущей Пси показывала крем для рук, совершенно другая была упаковка, у нее много разных серий, и от этого еще интереснее всегда ее продукт в проводе покупать. Это я докупала за свои деньги. Очень приятный запах. Это такое что-то цветочное. Но действительно, как будто бы чайные нотки немножечко угадываются, мне нравится. Не навязчивый такой запах, то есть он понравится большинству, я думаю. Да. Так, идем дальше. Дальше я докупила точно так же вот такой вот наборчик. Наборчик показался мне очень интересным. Во-первых, в него входит вот такой вот пробный вариант от бренда Wishful. Это такой энзимный скраб. Энзимный скраб. Это, по-моему, Wishful. Это имеет какое-то отношение к Huda Beauty, насколько я знаю. Содержит энзимы ананаса, энзимы папайи, HA and BHA. Это такие химические эксфолианты. Yo Glow называется. 20 мл. Здесь очень симпатичная упаковка. Сделана в Южной Корее. Это просто потрясающе. Так, давайте посмотрим. Надеюсь, да, полностью запечатано. Отлично. Это идеальный размер. Либо чтобы попробовать, либо с собой в путешествии брать. И так, что тут еще у нас написано? Подходит для всех типов кожи. Это просто замечательно, потому что скрабы, они как бы некоторые не всем совершенно точно подойдут. Поэтому такие дела. Да, написано Huda Beauty Company. То есть это у них вот это Wishful называется. Это отдельная у них линейка по уходу за кожей. Так что вот, присмотрите. Я ничего не пробовала. Это будет первый продукт, который от этого бренда я попробую. Так. Не обращайте внимания. У меня опять кошки забегали. Это уже традиционно. Так. Идем дальше. И вот в этом же наборчике, то есть из двух состоял, от бренда Apto Skincare. Здесь, короче говоря, 10 вот этих вот, как сказать-то, reusable pads. Да, то есть, сейчас я вам покажу. Я не знаю, как это по-русски называется. У меня прям ступор какой-то возникает. В общем, они у меня идут уже третий набор, который я покупаю. Вот в таком вот мешочке, который можно стирать. Можно и нужно. Такой просторный. И смотрите, 10 штук reusable. Понимаете? То есть, вот эти штучки, чтобы не покупать каждый раз кругляши, которыми вы протираете лицо, тоник используя, да, или там сыворотки всякие и так далее. Такие можно стирать. У меня уже где-то 3 набора. И в итоге где-то у меня их штук, наверное, 14. То есть, где-то на 2 недели. И плюс еще десяточка, чтобы как раз на месяц хватило. Я их каждую неделю стираю и продолжаю использовать. Очень-очень классная тема. Эти на ощупь хороши. Они одинаковые с обеих сторон. Бывают. У меня есть другие, которые с разными сторонами. Это зависит от бренда, от производителя. А у этих еще и вот смотрите, какие петлички. И можно вот так вот удобнее, чтобы они у вас не выпадали из рук. Классная тема. 10 штук. Просто замечательно. И было это очень недорого. Поэтому вот. Это я еще докупила. Дабы меньше мы загрязали окружающую среду. Вот этими всякими, которые мы выбрасываем каждый день. И так далее. Так что, такой вот прикольный набор. Идем дальше. Так, дальше. Еще одна докупка. Это кисточка. Двойная. Двойная. Я знаю, что некоторые не любят двойные кисточки. Потому что их неудобно складировать. Но у меня никаких проблем. Они у меня вот так вот. Такие кисточки лежат просто. Да, поэтому очень-очень классно. Мне вообще, ну, для меня это не проблема. Это от бренда Фара. И это контур и бленд. То есть, вот это вот можно действительно очень прикольно делать. Вот такое контурирование. А это, на самом деле, это можно для хайлайтера. Очень классно кисточку использовать. Либо это такая огромная кисточка для тенюшек. Если, допустим, на все веко наносите. Почему бы и нет? Вот такая вот очень красивая, такого голубого, нежно-голубого цвета от бренда Фара. Ой, пардон. Я вам их кисточки рекомендую. Друзья, они на Ипси бывают. Поэтому, если вы подписаны, попробуйте обязательно. Дальше. Еще одна докупка. Очень мне показалась. Просто милота какая-то невероятная. Он бренда Деко Майами. Это нейл-стикеры, короче, для ваших накатков. Это если вы сами ногти красите. Можно всякий арт такой создавать. Добавлять вот эти прикольные такие стикеры. Очень симпатично выглядят. Такие летние. Тут и лобцеры, и смайлики, и радуги, косатки, сердечки, звезды, облачки. Чего тут только нет, друзья. Пингвины даже. Поэтому вот такая вот тема. Мне интересно стало попробовать. Я докупила. Вот такая тема. Дальше. Еще одна докупка, которую я делаю практически всегда. Это вот такие вот конкретные серии про миньонов. Здесь 20 патчей внутри. Это которые вы на прыщечки клеите. У меня прыщечки, я вам уже говорила, возникают раз в году примерно. Но тем не менее, я когда вижу такие штучки, они совершенно недорого. Наибси стоят. Я такие покупаю, потому что они сюда пригодятся. И у этих прикольно. Они в виде сердечек, насколько я поняла. Поэтому вот такая тема. Вы, я думаю, знаете про такие патчи. Их на ночь клеите на прыщечек. Утром встаете, убираете. Прыщечек ушел, прыщечка нет. Так что я вам сильно такие штуки рекомендую. Так. Идем дальше. Дальше, дальше, дальше. А-а-а! В этот раз, короче говоря, при заказе был бесплатный товар. И вот смотрите, как бы при заказе на какую-то там, на определенную сумму. Или от трех добавочных товаров. Я уже не помню. В общем, это от бренда Incredible. Вот такой вот масочкой для губ. Я знаю этот бренд. Он у нас, по-моему, даже на Sephora здесь продается. Так. Этот называется Rolling Like a Honey. Так, давайте сразу им воспользуемся. Как раз попробуем. Сделан в Тайване. Интересно. Так. Чем он пахнет? Или нет? Кстати, смотрите, здесь у него металлический шарик. Он абсолютно безо всякого... Не могу... А, я на эту же руку куда крем намазала, поэтому я не чувствую, пахнет он чем-то или нет. По-моему, у него нет запаха никакого. Давайте на губы нанесем. За счет того, что шарик металлический, он очень классно губы охлаждает. Эффект супер. У меня до этого были подобного рода давно еще. Тоже масочка для губ. Но шарик там был пластиковый, пластмассовый. Да, поэтому такого у меня еще не было с металлического. И итальянские мне нравятся гораздо больше. Хорошо на губах ощущается. Масса для губ, но оно всегда хорошо, да? Особенно, если оно бесплатное. Так. По-моему, это все, что я докупала. Так. Короче, этот конверт пуст, да? Пуст. Скорее пуст, чем полон. Так. Это для фоточки, да, заставку. И внутри отдельно вот такая вот сумка Ипси. Сейчас мы ее откроем. А! Да, и здесь уже непосредственно сама сумка. Короче, тот товар, который один я могу убирать в Ипси каждый месяц. Смотрите, друзья, в этот раз это был, я так понимаю, я даже не знаю, это, наверное, полно... Выглядит как будто полноразмерный продукт от бренда The Cream Shop. Очень хороший бренд. И это салфетки с взятием макияжа. Они сделаны в Корее. Это... Короче, смотрите. Этот бренд, он немного странноватый в том плане, что девчонки его создали корейский. Но они живут в Америке. Поэтому у них, я сколько раз замечала, у них от товара к товару абсолютно разные везде страна производственная. Например, вот эти корейские, это классно. Они говорят, что у них в основном в Корее они производят товары. Но я видела и сделано в Китае, и я видела сделано в Америке. Поэтому это надо смотреть, проверять каждый раз. Поэтому не думайте, что если The Cream Shop, что все товары у них сделаны в Корее. Это не так. Так. Короче говоря, сколько их здесь интересно? 20, 20. Супер. Короче, это всегда пригодятся мне. Я сочи ими стираю салфетки очень-очень хорошо. И размер хороший, да? Дальше. Смотрите, друзья, какой мне прикольный попался товар. Еще одна кисточка от бренда Fara. Но это другая уже, представляете? То есть это у нас была... Смотрите, разница, да? Это была Contour и Blend. Растушевка. А это Conceal & Set. То есть вот это конкретно классная кисточка для консилера, да? А это точно так же, мне кажется, для хайлайтера прикольно будет, да? Да ведь? Вот. Они из одной такой серии. И мне кажется, просто супер, да? Вот уже у меня целых две кисточки от этого бренда классного. Итак, переходим к непосредственно самой сумочке. Просто очаровательная в этом месяце сумочка. Это за июнь, я вам напоминаю. Вот этот патч с губками, он прям настоящий патч. То есть он выделяется на фоне всего. Have fun написано. Love. На другой стороне ничего нет. И веселенькая такая оранжевая с логотипом Ипси замочка. Кстати, друзья, обалдеть. Вот этот вот зиппер, я не знаю, видно вам или нет, но он как бы разными цветами переливается. Как будто бы радужный такой. Смотря с какой стороны посмотреть. Очень крутая тема. Так, значит, как это называется? Шпаргалочка нам пришла. Есть цены на этот раз. Просто супер. Так, давайте смотреть. Это full size, то есть это настоящий полноразмерный продукт. Обалдеть. Это, кстати говоря, с розовой водой и с кокосом. Так, сколько стоит? 5 американских долларов. Не дорого, но очень хорошо. 5 американских долларов. Дальше. Сейчас дальше смотрим. Так, дальше у нас, смотрите, идет CC крем от бренда Airborne. Я знаю, что это очень популярен. Этот CC крем, BB крем от этого бренда в России. Это корейский бренд. Очень хороший, да. У меня в цвете Claire. И он имеет защиту от солнца 25 SPF. Замечательно, друзья. Я никогда не пробовала, но я вижу, что во всяких космополитах вот этих видео, что всегда звезды наши, так называемые, пользуются именно кремом Airborne. У них, по-моему, BB крем, да, BB сиси, без разницы, в принципе. Вот. Давайте попробуем сразу его нанести. Мне жутко интересно. Странно, друзья, смотрите, он какого цвета. Он абсолютно белоснежный. Очень странный. Я думала, он будет бежевенький какой-нибудь. Ну, хорошо. Ну, хорошо. От Too Faced. Так. Вообще у него есть запах. Он пахнет таким, как бы, олдскульным кремом. Мне не нравится этот запах, сразу говорю. Не нравится. Так. Такие запахи обычно бывают у всяких вот этих Lancome-овских, да, там вот эти Estee Lauder, Lancome, всякие Dior-овские, вот эти всякие Heavy Scented, то есть они очень сильно напичканы, к сожалению, парфюмерными добавками. И это вообще не идеально, вообще ни к чему. Так, друзья, я чуть не поняла, вообще вам что-то сделали или нет. Он просто как будто бы, друзья, он просто как будто бы крем для лица. Пишите срочно, пользовались вы когда-нибудь таким продуктом, именно этим, может быть, конкретно. Он как будто бы просто крем для лица. Я так и не поняла. Это может быть, может, я что-то не поняла. Ну-ка, давайте быстренько посмотреть. Вообще-то CC крем, это Color Correcting. То есть это, он должен улучшать цвет лица. Вы видите какую-то разницу до и после? Напишите, если разница есть. Ну, потому что он должен это делать, раз они здесь заявляют, правильно? Ну, хорошо. Ну, так вот по ощущениям он хороший, как бы мне нравится, приятно. Единственное, что запах, конечно. Так, давайте посмотрим цену. Значит, полный размер 45 мл. Здесь всего 5 мл у нас. 45 мл стоит 44 американских доллара. Ничего себе. Довольно дорого, да. Но, с другой стороны, 45 мл это много. То есть его хватит на целую вечность. Так, идем дальше. Дальше у нас идет вот так вот запаковано очень хорошо. Я так понимаю, что это типа как маленькая палетка теней от бренда YC Collection. Вот так вот выглядит упаковка. И, интересно, давайте попробуем открыть. Очень красивая цветовая история. Здесь нет зеркала, но вот так вот выглядит. Мне кажется, идеально для всех на каждый день. Просто супер. Два матовых, два шиммерных. Очень хорошая цветовая история. Это у нас пойдет на розыгрыш. Я его закрываю. И я его, конечно, не буду пробовать, потому что мне она не нужна, эта палетка. Поэтому это у нас пойдет на розыгрыш в следующие разы. Так. А вообще, давайте смотреть цену. Полный размер стоит 24,99. То есть 25 американских долларов. Так, и... А, я забыла вам, друзья, цену сказать насчет вот этой кисточки 18 американских долларов. Вот видите, у нас получается целых два полноразмерных продуктов в Ипси в этот раз. И последний продукт, который мне достался в этом месяце, это маленькая тушь от бренда Tarte. И это тушь их Tarteist. Друзья, у меня есть она, на самом деле, в полном размере. Мы с вами уже ее пробовали как-то. Я абсолютно не помню, как она себя показала. Написано, что полный размерный продукт стоит 23 американских доллара. 23. Сейчас я ее быстренько нанесу тогда, чтобы вспомнить, да, что она из себя представляет. Понравилась она нам или нет. Вот так вот интересно выглядит кисточка. И скажу вам свои выводы конкретно по туши и вообще по всей Ипси. Так, тушь нанесена. На самом деле, неплохая, не самая лучшая, но и не, в принципе, нормальная, неплохая. Она как бы особо не дает никакого объема, но она на удлинение работает. Поэтому что-то между, да, то есть, если говорить, ставите рейтинг, то я бы сказала, наверное, на 3 из 5 может быть. Ну, я не знаю, видите, это надо с тушью, никогда не знаешь, потому что, может быть, если она подсохнет, она будет получше работать. Или, конечно, неудобно прокрашивать кисточкой, потому что, ну, размер, да, такой маленький, пробный. Поэтому, в общем, сложно судить, но, в принципе, в принципе, неплохая. Так, это все, друзья. Пишите, что вы думаете, подписывайтесь, я получаю Ипси каждый месяц. Скоро уже у нас июльская Ипси придет, поэтому там тоже будет интересно. Я там тоже уже, вам скажу заранее, докупала кое-что, вот, там было много интересного всего, что можно было докупить. Там очень хорошие цены, если вы не в курсе, как бы, вот эти распродажи, они бывают там в 2, а то и в 4 раза дешевле, чем в магазине. Поэтому, поэтому я всегда их жду каждый месяц, вот. А пока будем прощаться, друзья. Сегодня снимала для вас влог. Пишите, как вам такой формат, стоит ли снимать еще. Вот. Так что, скоро увидимся. Всего хорошего, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok